Видите, Дана остопила. Вот сейчас мы же сделали крышу. А так как мы ждем гостей, мы немножечко наводим дома порядок. Ко мне едет подруга, которую я не видела. Вообще приближается 9 февраля. 9 февраля в семье в нашей такая традиция. 10 февраля мы всегда ездим на горячий источник. И к нам приезжают друзья, которые нас знают давно с образованием нашей семьи. Так, у меня растопилось. Папа с детьми там занимается, красят потолки, подштукатуривают, подделывают все. Мы получили новое средство на Валборис. И это средство называется Валклин. Мы его заказали не просто так, на это есть две причины. Первая, потому что в нем 2 раза больше кислорода, то есть 2 раза больше эффект. Вторая причина. Производитель говорит, что гель гуще своих конкурентов. И можно постирать целых 200 стирок. Для нас это очень большой плюс, потому что у нас очень большая семья. И стирки постоянно. А также есть третья причина, это моя личная. У нее тут написано Валклин. Это значит, надо ждать какой-то Валфект. И сейчас мы это проверим. Проверять наше средство Валклин мы будем на папиной футболке. Тут есть пятна, но они не особо видны. И также футболка имеет желтоватый цвет. Опф! Нечаянно! Случайно так вышло. Ну все, футболка готова к испытаниям. Я надеюсь, что Валклин поможет мне, потому что если папа увидит эту футболку в данный момент, как думаете, какая реакция будет у папы, если я не отстираю эту футболку? Поэтому вся надежда на Валклин. Я заранее подготовила кипяток, и сейчас мы будем открывать наши средства. Ммм, тут даже есть мерная ложечка. Это очень хорошо. Ну что, кладем папину футболочку. Ну и по инструкции советуется одна мерная ложечка на один литр воды. У меня где-то здесь примерно три литра. И последнюю ложечку. Смотрите уже, какой пошел эффект. Мы специально взяли большой тазик, потому что говорится, что в два раза больше кислорода. Ну что, оставляем нашу футболочку на 15 минут. Пока замачивается наша футболочка, я решила провести еще один эксперимент. Это с нашим гелем Валклин. Здесь у меня обычный гель для стирки, а здесь Валклин. Ну, я так скажу, что да, густой, как мамин киселек, правда. Тянется так. А как он будет в стирке, проверим. Ну что, 15 минут прошло, и сейчас будем смотреть результат. Но мамин кетчуп вообще не отстирывается. Уж поверьте, когда дети им пачкаются, футболки отстирать невозможно. Итак, вот так вот выглядит наша футболочка. Если приглядеться, то пятнышко чуть видно, но камера вам не передаст. И я думаю, что если мы сейчас постираем нашу футболочку гелем Валклин, пятнышко просто исчезнет. Ну, мерный стаканчик мне не нужен. У меня уже есть в стакане гель Валклин. Наливаю. И включаю. И отправляем нашу футболочку в стирку. Ну, вот так вот выглядит наша футболочка. Я думаю, что папа ничего не заметит, потому что Валклин справился прям на 100%. Если вы хотите приобрести Валклин, ссылочку вы найдете под видео в описании. Меня отправили отдыхать на кухню. Я сварила компот, немножко отдохнула, компот сухофруктов. Там у меня варится, я уже отделила от кости мясо. Думаю, чем еще заняться на отдыхе. Варю мясо для свекольника. Папа только приехал, флотрит, улыбается. А это я разделала мяско. Это знаете, что ножки от уточек. Вот утки в тушенку переделываю собакам, а грудку тоже на тушенку, а ножки я отдельно отделяю. Шкурку убрала. Я сейчас делать буду плов с перловки. Сегодня у нас будет на обед свекольник, компот и плов. Плов, плов, плов с перловки. Я специально разогрела масло, чтобы мясо запечаталось. Уже я подготовила морковь, натерла на крупной терке для корейской моркови. Но это мне морковь нужна. И сюда я буду такую добавлять. Здесь, вот прежде чем я начинаю готовить плов с перловки, перловку я замачиваю примерно на час, можно на два. Но на час достаточно. Потом я ее сливаю в дуршлаг. Ну, конечно, я промываю. Сливаю в дуршлаг. И она у меня стекает, сохнет. Потому что я ее буду сушить на сковороде до состояния жареных семечек. Такой плов. А сейчас красиво кусочки уточки, ножки. Пока у меня жарится мясо, я порежу картошку для свекольника. Уже у меня почищена картошка. И я думаю, отдохну я тут по полной картошке, раз не дают мне работать. Пока мясо печатается, я порежу картошечку. В свекольник мне нравится, когда свекла длинненько. Либо порезать длинненько, либо покрошить для корейской морковки. Отдых должен быть полноценным. Отдыхай так отдыхать. Поэтому обед будет полноценный. Все как на плов. Сначала тушим мясо. Запечатываем. Потом добавлю лук. Ой, я еще лук не порезала. Неполноценный отдых. Да. Ко мне приезжает подруга. Вообще вот наш день, 9 февраля, мы обычно проводим с друзьями, которые нас очень давно знают. У нас есть друзья, которые из нашей родины. Но сейчас они живут в Сочи. Они переехали перед нас. Они каждый год, это не обсуждается. Я где-то полмесяца назад звоню им. Мы часто общаться, нет времени. Звоню, Лена поднимает трубку. Говорит, Женя говорит, иди в Света звонить. 9 февраля приближается. Уже знаю. Картошку выкладываю в свекольник. Как я варю свекольник? Сварилось мясо, я его разделала. Варится свинина у меня сегодня. С говядиной очень вкусно. И с курицей вкусно. Картофель. Вот столько картофеля. Потому что в свекольнике не будет ничего. Будет только свекла. Морковь с луком, или жареные. Даже можно морковь не добавлять. Ну, я чуть-чуть добавлю. И суп. И вкусный-вкусный супчик. Жижечка. А, все равно лука мало. Это для супа. Так, переворачиваем мяско. Ой, красивое. Запечатывается. Внутри сочное будет. Кусочки не маленькие. Потому что это утка не стала. Она с косточкой идет. Ну, как на плов. На плове вкусно, когда мяско с косточкой. А здесь для свекольника. Сначала зажариваю лук для свекольничка. Пассируется. Ну, а сюда уже можно выкладывать лук полукольцами. Четыре головочки я сделала таких лучок. Вот. Тоже пусть попассируется. Добавляю лук в супочку. Немножечко кориандр в зернышках. Так, чтобы не терять время отдыхать, так отдыхать. И говорит, отдыхай. Кориандр, пол. Ну, получается, чайная ложка. У меня большая сковорода. Чайная ложка. Так, еще другой перчик душистый у меня тут есть. Тоже несколько зубчиков в супочку. И еще другой. Тут был цветной. И еще несколько зубчиков другого перчика. Так. И давлю супочкой, пока жарится. Так. Отлично. Ой, представьте, какие ароматы. А в приправе для плова я покупаю такую приправу. Здесь зира есть еще. Тоже добавлю в супочку. Барбаритину буду добавлять только. Чуть-чуть вот туда. Потом буду все высыпать. Так. Мешаем. Это мешаем. Это пусть стоит. А здесь уже надо бить тревогу. Сейчас я сюда добавлю свеклу. Вот она у меня натертая. Длинненьким. И я ее сюда добавляю. Вот так. Вот так прям. Беру уксус 9%. И прям пару ложек. Стакан воды. Даже 3 ложки. Потому что у меня много. Да. Можно было лимон. Я просто не почистила. Уже времени нет. Не хочу. Наливаю сюда. Наливаю. Еще воды. Чтобы свекла не теряла цвет. Закрываю крышечкой. Потому что сильно будет. Все. Пусть томится. От свеклы руки помою. Пошли делать плов. Теперь сюда морковь. Моркови хорошо поможу. Тоже она у меня потерта на корейской. Ну сильно много не буду. Но хорошо. Вот так. Вот. Сколько крупы беру? Беру просто пачка. На 700 грамм они сейчас. Я 800 грамм сюда и возьму. Все. Все пустушится хорошо. Так. Еще черчок сюда. Вот почему я говорю, что это традиция нашей семьи. Потому что даже дети говорят, мама, такого-то числа мы поедем туда-то, мама, такого-то числа эти люди к нам приедут. Это говорит о том, что это уже дети знают даже. То есть это такая традиция из года в год. Так. Перчики, все остальное. Дальше паприку положу. Обязательно. Добавлю немножко имбиря. Домашний томатный кетчуп. Середочку, ложку пасты. Обжарю его. Все. Все, здесь потише. Газ делаем. Здесь закипело. Картошка подходит, закипает. Тоже потише, чтобы сильно не бурлило. Все потише делаем. Раньше я любила, когда в свекольнике мягкая свекла. А сейчас мне нравится, чтобы она чуть-чуть похрустывала. Я заливаю водой, чтобы мясо сварилось. Минут на 40. Минут на 40. Все. Закрываю. А, еще не посолила. Простите. Еще не посолила. Хорошо, щедро соль. Все. 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 Сейчас пока тушится утка, мясо, нужно расслабиться. Расслабиться. Можно обжарить крупу геркулесовую, отдохнуть. Поставила накаливаться сковороду. Перенесла картошечку, супчик сюда на плитку. Сейчас доваривается. Здесь у меня капуста, ой, свеколка тушится. Все здесь тушится. А здесь я сейчас буду сушить. Так. И как только сварится картофель, я выложу туда свеклу, добавлю приправы, добавляю соль. На палуба. Че, как дела, чем занимаетесь? Таблицу учим. Да? Да. А что варишь? Варю свекольник. Плов из перлов и компот. А ты торт хотела? А ты торт хотела? Все, оставь меня. Подождите. Валялся, мы его нашли там. Мы его, не смотри, на длина, как там. И вот он шли. Сейчас. Валя. Наверное. Ульяну, подожди. Отсыхают. Как будто семечки чищенные. Если вам хотите делать. Кушать готовлю. И у меня на окошечке растет петрушечка. Тоже сюда. Все. А майонез есть. Но все равно надо. Идите две баночки сметаны купите. Хорошо, мам. Берите теньков. Хорошо. И пить. А, и, наверное, эти купите. Что? Лаваши. Ура, лаваши. Хорошо. Сколько что, три? Или? Сначала за сметаной туда, в кореновскую. В кореновскую. А потом пять лавашей. А кореновская это где? В пятерочке. А, все. Все. Выкладываю крупу в сковороду свою. У кого казан, у кого чё. Подсушили семечки. В заключение отдыха посуды наделала отдыхать. Все. И теперь заливаю водой примерно на два сантиметра сверху каши. И на тридцать-сорок минут оставляю. Вкуснота, запах стоит. Свекольничек готов. Свекольник кто с майонезом, кто со сметанкой. Некоторые семечки поджарились даже так. Подгорели. Я тут отвлекалась чуть-чуть. Но ничего страшного. Все. Ну да. Сейчас всех питается. Все. Все. Майонез есть домашний. А, Максим, сколько из-за сметанки теперь пошли? Да. Из-за лавашей. Из-за лавашей, да. Я же собачкам ставлю. Собачкам ставлю, да. Все. Всем делаем. Мам, Мам, Майя. Что, они в эту комнату последнюю же катятся? Сейчас я посмотрю. Как-то это поставлю. Все, мне тут потолок не как, да, еще? Наш. Наш. Ну что, тогда. Это собачка. Спасибо всем, кто были с нами до конца. Спасибо, что поддерживаете нашу семью. Спасибо, что заходили к нам. Хочется пожелать всем огромного здоровья. Дорогие. Это наши котята. Они вот так встречают. Это котята, которых нам привез Владик. У Владика все хорошо. Скоро приедет домой. На 17 февраля с Благовещенска купил билеты и полетит до Москвы. Ну, а там поездом доедет до дома. Так, выбрал он в этот раз маршрут. Но это его право. То есть он хочет в Благовещенске остановиться немножечко. И потом уже добираться домой. Хочет погулять еще по городу. Всем хорошего настроения и всем хорошего здоровья. Пока-пока.